Саша, а почему у тебя такие большие руки? А это чтобы покрепче обнять тебя, красавица. Ой, Саша, а почему у тебя такие большие глаза? А это чтобы лучше видеть тебя, Линочка. Саша, а почему у тебя такие большие зубы? В смысле большие? Нормальные у меня зубы. Знаешь же, не такие белоснежные, конечно, но здоровые. А это все потому, что я кофе по утрам не пью. Все правильно, не надо пить кофе по утрам. По утрам нужно смотреть «Утро губернии». Это залог бодрого дня и прекрасного настроения на весь день. Доброе утро, губерния. В студии белоснежная улыбка нашей программы Леншахов. И Александр Кондратьев, который не боится, судя по всему, зубодеров. Не боюсь. Сегодня мы отмечаем День зубного врача. И, конечно же, развеем все мифы о стоматологах. И будем весь эфир сверкать улыбкой. Да, ну а почему же все-таки люди боятся зубных врачей? Узнаем прямо сейчас. Я не боюсь, не помню. Ну, наверное, это страх из детства, когда стоматологи без анестезии удирали зубы. Это больно, наверное. Наверное, надо глупость от своей. Чего его бояться? Потому что он страшный. Боятся, что больно будет. Страшно. Потому что больно. Не знаю, это детские страхи какие-то. Ну, в детстве раньше они лечили плохо. Сейчас медицина идет вперед. Больно, потому что больно. Очень дорогие. Вы будете смеяться, но на самом деле стоматологи не жуют жвачки. Да, и нам не рекомендуют. Что же, какие советы подготовили для нас зубные врачи? Расскажи, Лен, пожалуйста. Итак, чтобы не было налета, достаточно щетки средней жесткости и пенящейся зубной пасты, содержащей кальций. Не доверяйте разным суперотбеливателям. Они содержат добавки, которые могут отрицательно влиять на структуру эмали. А вообще цвет и величина врожденная. Что если у вас от рождения зубки не очень белые, то вряд ли вы сможете добиться идеальной белизны. Да, не расстраивайтесь. В битве с запахом поможет процедура Air Flow. Нечто вроде пескостройки, заправленной порошком и водой, которая подаст все это под хорошим давлением, идеально очищая межзубные промежутки. Хотя бы раз в полгода необходимо заниматься этой процедурой. Стоит, в принципе, это не так дорого. Еще одно важное правило. Никаких спичек и вилок не нужно ковыряться ими в зубах. Для удаления застрявших в зубах остатков колбасы используйте флоссы. Это специальные ароматизированные нити. Зубочистки хуже, чем флоссы, потому что некоторые им очень увлекаются и могут повредить себе зуб или десну. Друзья, не забывайте про язык. Особенно если вы собрались на свидание, обязательно почистите его той же самой зубной щеткой и пастой. Причину образования налета вы узнаете, конечно, у терапевта. Но вот об этой процедуре временной не забывайте. Еще очень важно не увлекаться сладким. Этим особенно грешат современные детки. Подавай им газировку да всякие вкусняшки. От этого, между прочим, кариес образуется, от этого зубки портятся. Ну а о полезных увлечениях нам расскажет рубрика «Поколение.ру». «Поколение.ру» Ну че, пацаны, мне это пора. А что так рано? Давай потусим. Сейчас пацаны еще наши подойдут. Да не, мне пора. А, это не мое. Не знаю, как это у меня оказалось. Фар, усть, кашка, то есть капка. А это еще что? О-р-е-в-ор-хес. Ты, значит, ботаник? Что дальше? Одиннадцатый класс, золотая медаль, вуз? Как ты мог? А помнишь, Славик, как мы ботаников щемили, как мы очкариков гоняли по району? Так я все тот же, тот же Славик. Уже нет. Мишган, Серега, если вы друзья, если вы не потеряли надежду в то, что я нормальный пацан, не говорите никому. Пацаны меня не поймут. Ладно, иди. Спасибо, спасибо. Эх, какой пацан пропал. Зубы, конечно, нужно беречь. Чистить два раза в день, пользоваться зубной нитью. А еще их можно украшать, Саша. Ну какая девушка откажется от бриллиантиков зуби? Конечно же, никакая. Ведь это лучшие друзья, бриллианты. Чтобы он сверкал на солнышке и переливался, можно сделать себе стразинку, приклеить ее. Также процветает мода на сапфировые и золотые брекеты. Тоже очень модно. Ладно, хоть так. Например, аборигены племени майя вообще красили зубы бирюзой или нефритом. А любимые женщины-пираты в Карибском море щеголяли зубами, сделанными из бриллиантов. Я бы такие зубы на их месте застраховал. Но все-таки самым дорогим зубом в мире считается зуб Исака Ньютона, проданный 200 лет назад за 3,5 тысячи долларов. Если пересчитать на современный курс, сумма составит 2,5 миллиона рублей. Саша, ну представляешь, и купивший зуб, аристократ вставил его в перстень. Ну, прилично. Сколько зубов, столько и зубных щеток. На данный момент уже запатентовано более 3 тысяч моделей зубных щеток. Куда нам столько, не понимаю, но вот от титановой модели я бы не отказался. Какой дизайн, ты только посмотри. Стильно, модно, эффектно. А мне все-таки больше нравится щетка-неваляшка. Она может стоять на любой поверхности, и ей даже не нужен стаканчик. Так, ну, зубки мы с тобой почистили, и теперь вперед делать зарядку. Простые движения прямо сейчас. Доброе утро, с вами спортивный клуб «Физкультура», и сегодня мы с вами поработаем с занятием «Памбэйс». Работаем мы со специальными штангами. Берем их в руки, подъем на бицепс и подъем прямых рук перед собой. На счет три начинаем. Раз, два, три. Поехали. Раз, бицепс, прямые руки. Бицепс, прямые руки. Бицепс, прямые руки. Спина у нас ровно. На выдох, вверх. Животик втянут. Еще четыре. Еще три. Отлично. Еще два раза. Еще разочек. Бицепс сейчас будет. Раз, и прямые руки наверх подняли. Прекрасно. Держим штангу внизу. Ножки плотно стоят. Мы делаем наклон на прямых ногах и подтягиваем штангу к низу. Приготовились. Наклон. Подтянули. Поднялись. Наклон. Подтянулись. Поднялись. Еще. Вниз. Лопатки свели. Поднялись. Вниз. Свели лопатки. Поднялись. Еще два. Раз. Отлично. И второй. И поднялись. Хорошо. Меняем хват через колено. Подняли штангу на плечи. Делаем выпад с правой ноги вперед. Приготовились. На счет два. Раз. Два. Выпад. Вернулись на место. Присели. Выпад слева. Хорошо. Присели. Выпад справа. Да. Отлично. Вниз. Выпад слева. Хорошо. Присед вниз. Выпад справа. Присели. Выпад слева. Присели. И еще разочек. Круг. Справа. Присели. Слева. И присели. Снимаем штангу. С вами был спортивный клуб физкультура. Хорошего дня. Пока. В эфире правила Буравчика. И сегодня вашему вниманию я представлю 10 коротких лайфхаков на все случаи жизни. Полетели. Если нужно быстро остудить горячий чай или кофе, положите в чашку 3-4 чайные ложки или одну-две столовые. Горлышко пластиковые бутылки позволят отмерить точную порцию спагетти на одного человека. Ни больше, ни меньше. Чтобы нарезанный сыр не засыхал в холодильнике, просто намажьте его сливочным маслом. Затей или ремонт? На банку краски наденьте канцелярскую резинку. Так лучше удалять излишки краски с кисти. Если что-то кому-то одалживаете, то фотографируйте человека с этой вещью перед тем, как отдать ее. Так вы не забудете, что и кому отдавали. А чтобы избавить спортивную сумку от неприятного запаха, положите в нее пару чайных пакетиков. Чтобы быстро охладить жидкость в морозилке, заверните бутылку с жидкостью в мокрое бумажное полотенце. В качестве топлива для розжига огня подойдут обычные чипсы. Они отлично горят. А чтобы быстро проснуться с утра, зажмурьте глаза со всей силы секунд на 20, а потом открывайте. После этого спать уже не захочется. И если не хотите потерять пуговицы на одежде, намажьте нитки прозрачным лаком для ногтей. Фух! С вами был Саша Буравчик. Мои правила работают. На календаре 6 марта. 156 лет назад в России отменили крепостное право, но готовиться к этой реформе начали заранее. Так, 6 марта 1858 года по инициативе тогдашнего самарского губернатора Константина Карловича Гротта был издан циркуляр о создании губернского дворянского комитета. Его члены и занялись подготовкой к крестьянской реформе. Ежегодно 6 марта свой международный профессиональный праздник отмечают зубные врачи. Поздравление с днем рождения сегодня принимает руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области Леонид Львович Пак. Также 6 марта в разные годы появились на свет русский поэт, прозаик и драматург, автор сказки «Конек-горбунок», ставший классикой отечественной литературы Петр Ершов. Популярный писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза Валентина Терешкова. Любимая многими эстрадная певица, заслуженная артистка России Татьяна Буланова и многие другие знаменитости. День ангела сегодня у Александра, Ольги, Павла и Тимофея. В народном календаре сегодня день Тимофея весновее. Поскольку с Тимофея начинали дуть теплые ветры, в народе говорили, дожить бы до весновее, а там и зима не страшна. Или на Тимофея весновее, как не злись метелица, все равно весной веет. В этот день старики слезали с печей, перебирались на завалинки и смотрели, какова погода на дворе. Если день выдавался погожим, такой же должна была быть и вся весна. Случался в этот день и первый гром. Крестьяне к нему внимательно прислушивались. Если раскаты слышали при северном ветре, ожидали холодную весну, а при восточном – теплую и сухую. Таким был в истории этот день, 6 марта. Прекрасного настроения и всего вам самого доброго. Субтитры делал DimaTorzok Зимой жалуется Руслан. А вот и последний день зимы. Мечта осуществилась. Действительно, весна приближается. Скоро птички прилетят. Нужно готовиться к встрече с пернатами, поэтому вы пока лакомство доставайте, а мы с Мариной Барковой кормушку сделаем. Ни дня без кормушки. Таков девиз мастера Алексея Зуева. По дороге в любимую подсобку сторожа из поселка Новоберезовский, как правило, сопровождает стайка пернатых поклонниц. Диаметр литка 5 сантиметров. Стараюсь, я делаю все-таки это для скворцов по большей части. Ну, замечательно там живут воробьи. Если это где-то в лесу, то всевозможные мелкие лесные птицы, я думаю, тоже с удовольствием там поселятся. За образец мастер взял стандартный советский скворечник из неструганных досок. Приложив смекалку и фантазию, Алексей Зуев смог превратить птичью будку в вип-апартаменты с элементами модного коттеджного дизайна. Вишня дает вот такой вот темный цвет. Слива. Слива будет давать желтый с белым цветом приятный. Ирга. Вот ирга, она очень замечательно прорисовывается на этой ирге годовые кольца. Птичьи избушки мастер создает из бросовых материалов. Элементы декора – это спилы плодовых деревьев, короб из обрезков сосновых или осиновых досок, крыша из ящиков. Все, что годится на растопку печей, мастер превращает в миниатюрные шедевры деревянного зодчества. Зуев признается, современные птицы непритязательны, поэтому готовы гнездиться даже в фанерных будках. Если место, где был скворечник, и птицы его облюбовали, то они принимают абсолютно любой скворечник, хоть из чего он будет сделанный. Даже с погрешностью на какие-то там щели, запахи и тому подобное. В поселке Новоберезовский Алексей уже обеспечил жильем десятки птичьих семей. Теперь заселяет певчими птахами окрестные леса и соседние села. Сейчас будем прибивать крышу. Трудится в отцовской мастерской, где еще ребенком учился держать молоток и гвозди. Инструмент особый мастеру не требуется. Главное орудие – его воображение. Соорудить, к примеру, вот такое убежище для зимующих птах – дело нескольких минут. Фасад скворечника можно усложнять до бесконечности. Впереди череда зимних месяцев и новый проект для птиц – совиное дупло с циферблатом, чтобы новоселы не проспали своего счастья. Стрелки будут. Внизу я повешу шишки. На цепочку внизу повешу шишки. Обычные еловые шишки. Я их обработаю в лаке. Они высохнут. Я их прикручу на саморезы, на цепочки. И внизу будут висеть, соответственно, вот эти шишки вместо гирек и маятник. Все. В данном случае это будут готовые часы. Марина Баркова, Сергей Костин. Утрогубернии из Волжского района. А у нас в гостях Елена Владимировна Михайлова, главный внештатный специалист профилактической стоматологии Министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарской детской стоматологической поликлиники номер 4. Доброе утро. Доброе утро. Конечно, одно из самых сильных впечатлений детства – это посещение зубного врача. Даже вспоминать не хочется. Что-то сейчас изменилось? Конечно, изменилось. Во-первых, появились новые технологии в области обезболивания. Появились медикаменты, которые хорошо действуют. В частных структурах появилась седация. Это метод работы с закисью азота, который тоже снимает страх и напряженность у ребенка. И таким образом тоже облегчает посещение детского стоматолога. Как правильно подготовить своего ребенка вот именно к первому посещению зубного врача? Ну, больше всего, наверное, нужно спокойной интонации, доброжелательно, не запугивать ребенка, конечно. В принципе, я думаю, ну и все, наверное. Иногда мы применяем медикаментозную подготовку. Тоже для снятия есть медикаменты определенной группы, которые снимают страх и напряжение. В первый прием, если по возможности не острая боль, то, конечно, ребенка, особенно младшего возраста, мы стараемся как-то заинтересовать, поиграть, а потом уже пригласить на повторный прием для проведения каких-то лечебных процедур. Когда тот самый первый момент, когда нужно ввести ребенка к стоматологу, вот как родителям понять, что уже время настало? Вы сейчас очень удивитесь, да, ну в 6 месяцев. Да, 6 месяцев. Когда еще вроде бы и зубов-то нет. Да, да. А вообще мама уже должна думать во время беременности, думать о том, какие зубки будут у ее малыша. Поэтому она должна прежде всего себя подготовить. Это посетить врача-стоматолога, пролечиться. Потому что поподробнее, если говорить, что кариес – это инфекционный процесс. И если мама будет иметь больные зубы, то, конечно, вот эта вся инфекция может передаться ребенку. А в 6 месяцев у нас начинаются важные события, появляются первые зубы. На нижнюю часть, потом на верхние годы уже ребенок должен иметь 8 зубов, а в 3 года уже все молочные зубы. Полный набор. Да, поэтому, как вот, может, простые истины я скажу, но только как мы говорим, прорезались зубки, их надо чистить. И вот от 6 месяцев до 6 лет, вот в этот период, обязательно мама должна чистить зубы 2 раза в день мягкой щеточкой, вторсодержащими пастами. Потому что вот как раз вот эти вот мероприятия, которые я сказала, они являются методами профилактики. И мы говорим о том, что не надо дожидаться острой боли, надо приходить и осматриваться детским стоматологом. У ребенка почему тяжело? Он боится пожаловаться маме, боится, да, где-то у него там может какой-то дискомфорт, он боится, у него страх. Поэтому мы говорим, приходите, мы вас посмотрим, научим, все сделаем как положено. И чтобы зубки, конечно, не болели. Как предотвратить появление кариеса у ребенка? Может быть, какая-то диета особая должна быть? Вот я сказала уже об этом. Методы профилактики – это ограничение сладостей. Но вроде бы, да, не ешьте сладости, не ешьте сахара. Ведь у нас сейчас появилось, знаете, какое понятие? Бутылочный кариес. Это когда ребенка начинает, вот как он родился, под слащенной водичкой, даже грудное молоко, ночное кормление. Ну, шумит малыш, да, мама сразу его там начинает кормить грудью. А полстерта, железы, слюны спят во время сна. Поэтому очищение нарушается. И вот эта сладкая среда, которая в полстерта, она как раз вот та питательная среда для микроорганизмов. Они выделяют кислоту, которая воздействует на эмаль зуба, и эмаль зуб разрушается. И вот для того, чтобы этого не было, мы как раз говорим о ограничении сладостей. Но даже если и ребенок поел сладости, да и взрослый тоже, то надо почистить зубы. Первый момент. Второй момент. Ребенку надо обязательно почистить зубы перед дневным сном и ночью, перед ночным сном. А взрослый после завтрака и, соответственно, именно фтор с содержащими пастами. Потому что и содержание фтора должно быть высоким. И надо смотреть в аптеке, приобретая пасты, сколько там содержится фтора. Какая норма и сколько должно быть? Вот мы даже для содержания фтора в зубных пастах пишутся ппм или процентах. Но для шестимесячных мы уже даже рекомендуем... Это ВОЗ рекомендует, и мы придерживаемся этих рекомендаций. 500 ппм. Уже более старшим возрастом 1000 ппм. Взрослым уже 1500 ппм. Вот как бы вот эти вот простые методы, но, к сожалению... Но эффективнее, видимо. Они эффективны. Но о них забывают. Но о них забывают. И мы вот как бы... Может, и информация не доходит до наших родителей, до детей. Но, тем не менее, когда они приходят к нам в поликлинике, мы стараемся, конечно, их и обучить, и проконтролировать, как они чистят зубы, дать какие-то рекомендации. То есть получается, что ребёнку нужно 3 раза в день чистить зубы? Нет, перед дневным сном. Перед дневным сном. И перед ночным сном. А с утра не нужно? Ну, это уже можно, как вы там, мне не будет. И говорю, самое главное, что почистить после приёма сладкого, для того, чтобы вот именно микроорганизмы не могли вырабатывать, питаться и вырабатывать те кислоты, которые воздействуют на эмаль. Как облегчить появление первых зубов? А специальные гели есть, которые фармацевт вам подскажет в аптеке. Гель для... Я хотела бы, знаете, на что внимание заострить? И наших молодых родителей, и бабушек. Знаете, какой момент самый серьёзный для нас? Это смена прикуса в 6 лет. Если молочные зубки, вот вы спросили, что они и с температурой могут, да, и недомогание быть, и боли, и ребёнок капризничает. А в 6 лет прорезываются незаметно шестые постоянные зубы. И там не надо, чтобы... У них там место определённое за молочными зубами. И вот этот момент мы пропускаем. И именно в 6 лет я очень прошу родителей посетить детского стоматолога. Потому что именно шестые зубы – это ключ окклюзии. И ранняя потеря зубов, конечно, вызовет серьёзные неприятности. Очень важный момент. Спасибо вам большое за эту беседу. Я надеюсь, родители запомнят. Запомнили. Все советы, да. И нужно уже обратиться к стоматологу к детскому с 6 месяцев. Всё, пора бежать. Пора бежать, бежим. Мы прервёмся ненадолго и вернёмся совсем скоро. Доброе утро. Это новости на канале «Губерния» в студии Александр Кобыльсков. Ликвидировать мошеннические схемы и навести порядок – такую задачу поставил губернатор на встрече с министром социально-демографической и семейной политики региона. Сотни миллионов рублей уводили с применением различных махинаций, особенно в сфере транспорта, когда правом бесплатного проезда льготника пользовались другие люди. Известны случаи, когда якобы пенсионер за месяц совершил более тысячи поездок. В сфере ЖКХ с введением новых механизмов предоставления компенсации за потреблённые энергоресурсы тоже были выявлены махинации. Были случаи, когда человек получал выплату, не проживая в квартире. Руководитель области поручил в ближайшие три месяца проверить все данные, чтобы добросовестные граждане уже в марте смогли получить положенные суммы компенсации. Мы получили информацию от поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Сейчас наше управление социальной защиты населения на местах перепроверяют ещё раз на соответствие данному статусу, адресу и так далее, чтобы не было ошибки. И на следующей неделе начнётся выплата компенсации за жилищно-коммунальные услуги. Мы уже на следующей неделе будем иметь более точные данные и начнём проверять тот вопрос, о котором вы говорили. То есть уже предметно, окончательно, с подворовым обходом. В случае что-то мы могли всегда проверить, сопоставить то, что там и то, что у нас. Это абсолютно совпадающие были цифры, люди, живые люди, добросовестные люди, добропорядочные. А они те, которые, говорят, пользу пытаются из государства получить и своё даже не отдать за платежа, переложить на плечи других. И тут мы никак не можем, чтобы там миллиард-полтора за счёт льготников уходили по разным карманам деньги. Новый подход к урокам географии. Самарская область стала первым в стране участником программы «Дарим знания». В школе Красного Яра в качестве учебного пособия появились спилс-карты. 15 магнитных досок и 30 комплектов с деталями. Вместе с девятиклассниками собрать страну попробовала и Мария Шпакова. Южно-Сахалинск, Москва и Крым пока находятся рядом. Магнитные детали в форме регионов меньше, чем через 10 минут сложатся в правильную картину. Трогать руками можно благодаря тактильным ощущениям. Можно легко запомнить масштаб регионов. Но регулярная практика сборки таких пазлов позволяет довести знания территориального устройства практически до автоматизма. 15 магнитных досок и 30 комплектов спилс-карт. Теперь учебные пособия школы Красного Яра. Это первое образовательное учреждение, участник проекта «Дарим знания». «Дарим знания» – это веб-сайт, на который может зайти физическое лицо, индивидуальный предприниматель, мелкий бизнесмен, крупная корпорация. Выбрать знания, которые она хочет подарить школу. На сегодняшний момент это спилс-карты. Выбрать школу, которой дарят. Нажать кнопку «Оплатить» и школа получает учебные пособия современные. Школьники от такого урока географии в восторге. Теперь признаются – учить предмет будут с особым интересом. Новое ощущение. Когда просто на карте показываешь, это не то. Ты просто тыкаешь пальцем и все. А тут ты соединяешь, из-за этого ты думаешь и запоминаешь, где и как это находится. Эта технология находится на взаимодействии таких важных для нас наук – это истории и географии. Обучение через игру в основе лежит принцип пазлов. Пазлы любят собирать все, независимо от возраста. Тем, кто точно знает, где чье место, предлагают принять участие в программе «Знаю Россию» и собрать спилс-карту на время. Если ученик укладывается за 10 минут, получает знак отличия. Мария Шмакова, Александр Дутко, Новости губернии, Красноярский район. Так ли страшен авиатоминоз, как о нем говорят? Какие продукты помогут справиться с сезонной слабостью? О весенней диете в программе «Губерния. Вечерний разговор» на Самарском губернском радио сегодня после шести вечера. Телефон прямого эфира 205-78-98, код Самары 846. Это вся информация к этому часу. Всего вам доброго. До свидания. Доброе утро, губерния. В студии вновь Лена Шахова. Александр Кондратьев. Сегодня поздравляем всех стоматологов с их профессиональным праздником. Посещайте почаще этих врачей, ведь это сейчас и не страшно, да и не больно. Да уж, а вот 300 лет назад просто выдергивали зубы без наркоза. Представляешь? Хорошо, что Петр Первый съездил в Европу и привез много прогрессивных идей о стоматологии. И он даже сам увлекся этим искусством, что до конца своих дней... Дергал зубы? Нет, при дворном лечил зубки, представляешь, своим. Какой молодец. В Самаре донтисты появились к концу 19 века. Только вот медицинского образования у них не было. Обучались они у практикующих зубных лекарей в течение трех лет. Ну и это уже был на самом деле прогресс. Раньше вообще встречались вывески из серии «Стрягу, брею, дергаю зубы». Интересно. Даже еще 50 лет назад в нашем регионе насчитывалось порядка 10 врачей-стоматологов. Хорошо, что у нас есть МЕД и его стоматологический факультет, который за полвека подготовили более 7 тысяч специалистов с высшим образованием. Не зря стоматологический факультет Самарского медицинского университета является одним из лидирующих в стране. Есть в нашей губернии и суперпрофи. Стоматолог Елена Столеренко, например, обладает званием «Лучший зубной реставратор России». Она может восстановить зуб практически голыми руками. К такому стоматологу идти не страшно, но не все об этом знают, к сожалению. Давайте спросим у жителей губернии, почему они боятся зубного врача. Я не боюсь, например. Ну, наверное, это страх из детства, когда стоматологи без анестезии удирали зубы. Это больно, наверное. Наверное, надо было упустить свои. Чего его боятся? Потому что он страшный. Боятся, что больно будет. Страшно. Потому что больно. Не знаю, это детские страхи какие-то. Ну, в детстве раньше они лечили плохо. Сейчас медицина идет вперед. Больно, потому что больно. Очень дорогие. Просто ошеломляющая и радостная новость от лондонских ученых. Им удалось создать новый материал для зубных пломб, который уже назвали революционным. Лин, расскажи скорее о его преимуществах. С удовольствием, Саша. Так вот, пломба не просто заполняет зуб, она начинает его лечить. По словам профессора Роберта Хилла, инновационный состав – ничто иное, как биоактивный композиционный материал на стеклянной основе. После того, как пломба помещается в полость зуба, начинают высвобождаться минералы, из которых формируется зубная ткань. Ожидается, что новые пломбы станут доступны уже в ближайшие три года. А сюжет Татьяны Пьетцины доступен прямо сейчас. Национальные костюмы, традиционные обычаи, веселые забавы и развлечения. Сцены русской жизни глазами европейцев. Многие западные художники писали свои произведения в расчете на российского зрителя. Броско, ярко и массово. Жанр гравюры позволял создавать несколько десятков отчисков с одной металлической пластины. С этой точки зрения они интересны именно как носитель информации того времени. С высоты нашего времени нам порой сложно оценить, насколько ценным для людей было передача образов, зрительной информации о каких-то явлениях и событиях. Существует несколько вариантов создания гравюр. Самый популярный – афорт. Металл покрывался специальным лаком, который затем вступал в реакцию с кислотой. Так и проявлялся рисунок – черным по белому. Цветные оттиски получались уже в технике акватинта. Это не специально раскрашенные гравюры, это разновидность так называемой глубокой печати, то есть это прототип нашей полиграфии, который называется акватинта. И она действительно имитирует, мастерски имитирует раскраску акварели, хотя таковой, в общем-то, не является. Эти гравюры можно и даже нужно изучать часами, находя все новые сюжетные линии и неожиданные повороты. Повседневность изображена с документальной точностью. Джон Аткинсон прожил в России около 20 лет, а создал этнографический альбом многим позже, когда вернулся на родину. На фоне серых лондонских пейзажей воспоминания о московских буднях казались еще ярче. Сцена, которая, в общем-то, и наших современников, и наших земляков, самарцев, может приятно удивить. То есть мы видим, в общем-то, так сказать, традиционную зимнюю горку, которую сооружили специально для того, чтобы весело было на празднике, на рождественске. В общем-то, люди любили веселиться в России. Иностранцы это видели и, в общем-то, пытались эти эмоции запечатлеть. Выставка «Сцены русской жизни глазами европейцев» открылась в музее имени Алабина. В Самару гравюры попали из Ульяновска. Собрание Ленинского заповедника пополнил известный коллекционер Андрей Леонидович Кусакин. Татьяна Пецина, Виктор Соколов. Программа «Утро губернии». А мы продолжаем наш эфир. И у нас в гостях Алена Осетрова, врач-терапевт, стоматолог. Доброе утро. Доброе утро. Ура, наконец-то мы на приеме у стоматолога. А стоматолог у нас в гостях. С праздником вас, конечно же. Благодарю за поздравление. Расскажите, пожалуйста, о современных тенденциях сегодня в мире стоматологии. Вы знаете, все новое – это хорошо забытое старое. В частности, говоря о методике дентального микроскопа, который занимает в моем рабочем графике более 90% времени, я нахожусь именно за микроскопом при лечении зубов. Еще в 1991 году был предложен первый именно стоматологический микроскоп основоположником дентальной микроскопии Гарри Карам. А в 1981 году вообще первая операция стоматологическая была проведена под микроскопом. Поэтому дополнительное увеличение и освещение, которое дает мне микроскоп, помогает провести и точную диагностику, качественное лечение на каждом этапе, и, соответственно, возможность... Предсказать, может быть, какие-то болезни на раннем этапе. Да, возможность моему пациенту дать какие-то рекомендации и гарантии... Чтобы не допустить необходимого потери зубов. То есть в процессе лечения вы смотрите не напрямую в полость, а через специальный аппарат, правильно? Смотрит в будущее практически. Да, все верно. Пациент лежит, находится в горизонтальном положении во время процедуры лечения. Я нахожусь за головой пациента, микроскоп настроен на полость рта пациента, и либо в прямую я смотрю на зуб, либо с помощью отражающего специального зеркала. И тем самым выполняю все манипуляции. Отлично. Нет, на самом деле, это очень здорово. Какие особенности по уходу за зубами сейчас есть? Современные какие-то? Кстати, отличаются ли вот эти особенности у мужчин и у женщин? И кто все-таки больше боится врачей? Мужички. Мужчины. Мужчины. Ну, на самом деле, кардинальных каких-то различий я не могу отметить среди мужчин и женщин. Пожалуй, я бы отметила только беременных женщин, которым стоит особенно внимательно относиться к здоровью своей полости рта. Также тщательно готовиться к беременности, да, и лечить зубы, которые требуют лечения в период подготовки к беременности. Что касается страха, практически все мои пациенты – это дети советской стоматологии. К сожалению, препараты, которые использовались в то время, полное, полноценное обезболивание наступало в течение 15-20 минут после вместо инвекции. А лечить начинали сразу, да? На время приема в поликлинике обычно выделялось 15-20 минут. Соответственно, глубина анестезии полная наступала аккурат к окончанию всей процедуры лечения. И врачам ничего не оставалось, кроме как проводить манипуляцию с неполноценным обезболиванием. Надо было бы ходить и в очереди уже, сделать уколы, и как раз… Поэтому я, помимо того, что сейчас являюсь стоматологом для своих дорогих пациентов, я также и психолог, который помогает им побороть свои страхи и вернуть доверие к стоматологам. Это очень важно. Да, что скажете насчет жевательной резинки? Вот мы подумали, что стоматологи наверняка ее не жуют. Жуют ли стоматологи? И нужно ли этим вообще пользоваться? Ну, самый большой плюс, который может дать нам жевательная резинка, это исключительно дезодорирующий эффект. Потому что и то запах, который появляется после использования, употребления в пищу определенных продуктов, каких-то лука, например. Или, например, сильно ярко выраженный вкус соуса какого-то. Да, жевательная резинка, пожалуй, сможет помочь справиться с этим запахом. Однако запах, который является следствием заболеваний внутренних органов, желудочно-кишечного тракта в частности, к сожалению, с этим запахом жевательная резинка не поможет справиться. Поэтому это всегда на усмотрение пациента. Кто-то любит жевачки, кто-то не любит, кто-то может их жевать, а кто-то не может в силу определенных обстоятельств. Как же нужно правильно-то ухаживать за зубами? Можно ли перестараться в этом вопросе? Вообще, я рекомендую пациентам чистить зубы дважды в день, утром после завтрака и вечером после ужина перед сном. Идеальная ситуация – это когда после приема пищи пациент зубы от налета освобождает. Тем самым не оставляя субстрата для питания микроорганизмам, которые живут в полости рта каждого человека. Я чаще встречаюсь с недостаточной, наверное, гигиеной, чем гипергигиеной. Поэтому, как правило, эта проблема не настолько актуальна. Что скажете насчет зубной нити? На самом деле, это помогает оберегать. Зубная нить – это очень важный дополнительный… Даже нет, это, наверное, основной все-таки инструмент для гигиены, потому что паста зубная и зубная щетка помогают исключительно очистить поверхности зуба, доступные для щетки, для использования щетки. А зубная нить позволяет обработать межзубные промежутки, где как раз больше всего остатков пищи и налета скапливается. Альтернативой зубной нити может стать ёршик, специальный тоже в большом количестве различных фирм-производителей, различных размеров и объемов они бывают. Либо ирригатор – это водно-воздушная струя, такой своеобразный дуж для зубов, который можно также ежедневно использовать. Это интересно. То есть это такой небольшой баллончик, видимо, который можно… Да, они бывают стационарного вида для использования дома, то есть чуть больше подключаются к сети. Есть портативные варианты, которые можно с собой в путешествии или в командировку всегда иметь при себе. Отлично. Спасибо большое за эту интересную беседу. Мы нового узнали на галочку. И надо сходить, наверное, посетить, может, что-то поделать. Продолжаем нашу программу и готовьте свои белоснежные улыбки, потому что к нам выходит Елена Шишкина. Встречайте. В день, когда один из самых молодых городов губернии Новокубишевск отмечал свой юбилей, на улице Молодежной после масштабной реконструкции открылась галерея «Виктория». Раньше художественный отдел Музея истории города Новокубишевска не имел собственного имени, да и назначение этого здания не разменялось. Но а про то, в каком плачевном состоянии оно находилось еще десяток лет назад, сегодня напоминают лишь старые фото. Я в этом зале был лет, наверное, 40 назад. Здесь был Кровический музей. Поскольку жил я рядом на улице Молодежной, дом 5. Здесь были мишки с большими колоками, приходили смотреть. Поэтому зал мне давно известен. Я их в каком был состоянии, примерно помню. И та работа, которая проведена, конечно же, коллективом работников музея, специалистами, архитекторами, художниками, она огромная. После выхода ряда предписаний Министерства культуры России Новокубишевцы поняли, что, по сути, остались без выставочного зала, ведь он не соответствовал большинству принятых норм. Вопрос о реконструкции стал ребром. Мы просто уже видели сами, что наш зал уже не соответствует даже и самарским площадкам, не говоря уже всероссийского масштаба. Правильно Елена Александровна, наш директор, сказала, что мы рады, конечно, сотрудничать, принимать интересные экспозиции, но серьезные партнеры, владельцы частных коллекций не соглашались привозить свою работу в необорудованное помещение. Поэтому это был такой стимул, чтобы искать спонсоров, благотворителей. Для работы над проектом реконструкции привлекли известного Новокубишевского автора Владимира Конева, который полвека выставлялся в этой галерее и, как никто другой, знал его возможности и слабые места. Мы выжили из этой маленькой площади все, что можно практически. Вымеряли каждый сантиметр, чтобы хоть чуть-чуть увеличить площадь экспозиционную. Ну и главное, сделать профессиональный свет, чтобы уже можно было играть, подсветить, специально искали светить. Сегодня жители Новокубишевска могут прийти в галерею самого современного уровня и познакомиться с первой экспозицией, выставленной в новом пространстве. Это работы самых юных местных фотографов. Елена Шишкина, Алексей Гриднев, «Утро губернии». Мы продолжаем, и впереди у нас гороскоп. Овны, сегодня будьте осторожны в выражениях. Резкость может невольно ранить собеседника. Слово за слово, вот вам и ссора. Зачем вам лишние проблемы? Тельцы, если вас не оставляет ощущение, что вы давно ходите по кругу, как уставшая лошадь по манежу, сойдите с траекторией. Сходите в музей, на рынок, в зоопарк, оставьте машину и езжайте на трамвае. Любой сбой стереотипа пойдет на пользу. Близнецы, давно не слышали комплиментов? Готовьтесь вспомнить, как это приятно. Сегодня количество добрых слов в ваш адрес перевесит все неприятности, которые преследовали вас в последнее время. Раки, может быть, хватит уже сомневаться. Ваша нерешительность мешает нормальному продвижению проектов, которые давно нуждаются в реализации. Пора отбросить комплексы и браться за дело. Львы, вы настолько прониклись проблемами близкого человека, что забыли о себе. Отсюда и нервное напряжение, и чувство тревоги, и разные болячки. С этим надо заканчивать, пока вы всерьез не разболелись. Разумный эгоизм – то, что надо. Девы, не теряйте самообладание, если на голову валятся мелкие неурядицы. Скажите спасибо, что не дождь из лягушек. Пусть надежным зонтиком служат ваша рассудительность и здравый смысл. Весы, если сегодня затеете поездку, попутный ветер не заставит тебя ждать. Все получится как нельзя удачно. Везде успейте, со всеми повидайтесь, вернете с массой впечатлений. Скорпионы, от вас зависит температура этого дня. Лучше не брать на себя чужие обязанности и решать чужие проблемы. Вернитесь к самому себе, и пусть вокруг будет 36,6. Стрельцы и здоровье нуждаются в пристальном внимании и заботе с вашей стороны. Ровно ли стучит сердечко, нет ли кругов под глазами, в порядке ли настроение. Если что-то где-то вдруг, не оставляйте без внимания. Козероги. Сегодня отличный день, чтобы расстаться с иллюзиями. В лучах весеннего солнышка это делать гораздо проще и веселее. Все ваши заблуждения, как на ладони. Не бойтесь жить с широко открытыми глазами. Сами увидите, как жизнь заиграет новыми красками. Водолей, не пора ли признаться, что живете пресновато? Прямо сегодня добавьте соли и перца в круговорот забот и встреч. Пускай окружающие удивятся и позавидуют вашей перезагрузке. Рыбы, сегодня старайтесь не отделяться от коллектива, даже если не очень любите толпу. Участие в общих заботах принесет радость единения и новые добрые знакомства. Ну и сегодня это все, друзья. Берегите зубы с молоду. А с вами этим утром были Александр Кондратьев. Лин Шахов. До свидания. Пока-пока. Ну что, ты пойдешь к стоматологу? О, нет, сегодня никак не получается. Завтра. А лучше, знаешь, через неделю. Зуб даю. Давай. Сеть спортивных клубов физкультура – это три клуба в Самаре. Профессиональные тренеры, современное оборудование, широкая сетка групповых занятий, сауна, солярий. Физкультуре, фитнес. На результат. Субтитры делал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...